Всем привет, с вами Эстерн, наконец-то я добрался до карты Калифорния и могу составить не только обзор, но и свое мнение об оружии и технике, которая была добавлена с выходом карты и также хочу поблагодарить тех людей, которые ждали моего обзора и писали об этом комментарии мне очень приятно и собственно из-за вас я и выпустил это видео и так давайте не буду томить и перейдем уже к самому обзору начнем пожалуй с техники, было добавлено 4 вида и 14 единиц многообразием здесь не пахнет, но зато сами по себе машинки очень интересны особенно когда смотришь на заднюю часть, именно с топори по характеристикам могу сказать лишь одно от ванильных автомобилей они ничем не отличаются имеют вот такой забавный вид и в принципе отлично вписываются в атмосферу самой карты помимо автомобилей было добавлено еще 2 вертолета этот вертолет мне уже где-то встречался, именно карта Раша даже в трейлере у меня он есть и был он зелененького цвета использовали мы его для рейда называется он Атак Хелли но в принципе ничего не интересного есть пушка, неудобное управление да и вообще хорошо, что разрабы карты не стали много вещей копировать с прошлых версий Андернет ну да ладно, давайте перейдем к следующему вертолету он хотя бы отличается немного визуально такой вертолет я уже встречал у него ID 93 зеленого цвета но вот это именно отличается тем, что у него есть две вертушки и они приятно очень сочетаются здесь я записал небольшой такой футаж где я летаю сначала на первом вертолете потом на втором ну и завершает наш хит парад техники это конечно же спорткары я заметил, что с выходом каждой карты появилась позитивная фишка добавлять свой спорткар и эта карта не стала исключением да, действительно, тачка очень классная и в белой расцветке она смотрится еще лучше хотя я люблю больше черные цвета по управлению не могу еще ничего сказать потому что я к этому не привык с обновлением движка, как вы знаете, у нас поменялась физика автомобиля и наконец-то Nathan этим занялся но сами тачки очень классно выглядят и все айдишники этой техники вы увидите в описании достаточно перейти под ролик и посмотреть, какая техника вам подходит большинство людей ждет обзор на оружие и конечно же я его сюда вставлю оружие было добавлено достаточное количество оно интересное поэтому характеристики я буду вставлять где-то слева либо справа и также говорить, какие пушки мне понравились первые в списке это конечно же RecStack его ID 4069 это обычная пушка с оптическим прицелом о ней я не могу сказать что-то крутое поэтому звук в один в один как у саблезуба мне он всегда не нравился кстати прицел выглядит слишком шокально поэтому лучше я в настройках поменяю дабы мои подписчики не резались об эти углы давайте перейдем к следующей пушке а вот следующая пушка мне очень понравилась она схожа с моей любимой пухой на карте Russia это Timberwolf но здесь она называется Snowfox ее ID 4101 и она имеет довольно такой приятный звук выстрела сейчас вы ее видите вот она лежит Snowfox и она действительно классная у нее большой объем магазина и стреляет она очень далеко но единственный минус она очень громкая поэтому нужно убивать игрока с первого выстрела ну или со второго если есть такая возможность после этого менять позицию чтобы вас не заметили эх не хочется выпускать из рук эту пушку но нужно двигаться дальше следующее на обзоре у нас конечно же ТАСИТ ТАСИТ короче произносите как хотите но удивила она меня не меньше она стреляет взрывными снарядами ее ID 4062 и действительно я решил посмотреть что у нее за тип снаряд и здесь написано что она действительно стреляет такими взрывными снарядами а значит возможно подходит для рейдов я еще не проверял но скорее всего это так из плюсов могу выделить что у нее урон по области а значит в толпу врагов стрелять намного удобнее чем в одного поэтому имейте это ввиду и пользуйтесь на здоровье теперь переходим к автоматам и следующая у нас пушка под айдишником 4076 она мне не очень вкатила обычный автомат но в принципе для боя сойдет ну и куда же без вторичного оружия следующая на очереди судя по всему револьер его ID 4032 и называется он Хард ладненько на револьер мы насмотрелись давайте перейдем к следующей пушке но перед этим мы полечимся потому что кровотечение у нас съело много здоровья и экран немного потемнел в файлах игры эта пушка называется М4 здесь же называется фиссура ощутите дрожь земли окей сама по себе неплохая пушка но навряд ли я ее буду часто пользоваться так же как и в ситуации с Мэппл Страйком ну а следующая пушечка у нас под названием Райвен ее ID 4009 не могу сказать что меня эта пушка впечатлила но дальность стрельбы в 300 единиц дает о себе знать сюда так же можно поставить оптические прицелы и будет такая неплохая снайпа кстати об оптике следующая пушка опять с оптическим прицелом в этом обновлении их много и это мне нравится так как я люблю дальний бой но вот эта пушка под названием Фантом имеет два недостатка а именно конченную отдачу и маленький урон да у нее есть ренши в 300 единиц но урон по игрокам 70 это такое себе требуется два полноценных выстрела чтобы устранить цель ну и следующая пушечка скорее всего не пушечка а маленький такой дробовичок называется как по-детски шоке и кстати очень будет неплохо на близких расстояниях поэтому вторичный слот вместо какого-нибудь пистолета особенно если вы находитесь в комнатах в бункерах короче в таком пространстве то обязательно берите кстати если уже заговорили про второй слот встречайте еще один пистолет под названием Stingray его ID 4102 и о пистолетах я особо ничего не буду говорить потому что он мне совершенно не интересен поэтому перейдем к следующей пушке а вот следующая пушка мне действительно понравилась она похожа на такого слона из кс называется S-фалка и действительно мощная пуха особенно по звуку Классная снайпа имеет такой дикий дамаг в размере 110 пробивает даже со шлемаком блин это походу самая любимая пушка в этом обновлении ну не считая еще Snow Fox переходим к предпоследнему оружию я не помню снимает она второй или первый слот скорее всего в первый слот и называется она порту ее ID 4074 ну в принципе меня сильно не впечатлила эта пуха ну для какого-нибудь огня такого непрерывного она сойдет ну и последняя пушка в этом обзоре я ее посоветую для второго слота это аналог Хонибейджа или же PD да я неправильно говорю здесь она называется PDQ ну ладно она очень скорострельная и если у вас заканчиваются патроны там в основном оружии то это идеальный вариант ну в принципе на этом наш обзор заканчивается мне пора закругляться всем спасибо кто досмотрел до конца спасибо всем кто ждал особенно спустя столько времени но с вами был эстерн пожелаю всем хорошего настроения также поздравляю вас с наступающим Новым Годом подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч